Современные государства это просто фейковые обломки Советского Союза, в которых правит советская бюрократия или дети советской бюрократии, или советских силовиков, или каких-то там цеховиков, не знаю, каких-то спекулянтов, которые превратились в олигархах, и там на Украине сильнее, в России слабее. Народы не правят ни в России, ни в Украине. Украина, да, это такая территория, как и Россия тоже. Это не часть России, это самостоятельная территория, и украинский народ это самостоятельный народ, который в истории оставил огромную, там, не знаю, летопись борьбы за свободу, казачество. Это, да, один из обломков того пространства, которое мы называли Русью. Но народы на этом пространстве пошли по разным путям. Ну что, это бывает в истории, ничего страшного. И история Каролингов, империя Каролингов, как известно, была разделена на три части. Франция, Лотарингия и Германия. И когда-то Франция и Германия были одним государством. Но, как мы видим, там возникли разные народы, хотя во многом они народы родственные. Так же, как и итальянцы родственны французам и германцам. Так и украинцы родственны русским, но родственны как политическим родством, а не этническим. Это разные народы, с разными языками. Украинский народ происходит от старолитовского языка. Не от литовского, на котором говорят современные литовцы, а от языка Великого княжества литовского, который был старославянский язык, и который модифицировался, по крайней мере, в два языка. В белорусский и в украинский. Он назывался литовский так же, как по имени правящей династии Гидеминочей, которые от Кистутиса ведут свое начало литовского князя. Но так же, как русские, это по названию шведского племени, Русь, но население славянско-угрофинское. В этом нет ничего такого. Это совершенно разные происхождения. Украинский язык совсем не диалект русского языка. Это просто язык другого народа. Совершенно другого. Но который нам близок, там православные веры, например. Хотя митрополит Киевский по чину своему было время, было даже выше, чем московский митрополит, был муравин. Это просто силой подчинили киевского митрополита московскому. Но украинское государство точно так же мечется в безумии, как и российское. Только, наверное, его безумие тяжелее и страшнее, поскольку коммуникаций меньше, плотность населения выше, культурные различия регионов больше. И форматы украинского государства, конечно, ни в коей мере не соответствуют тем естественным запросам у разных народов, проживающих на территории государства Украины, которые там проживают. Вот русские, скажем так, русскоязычная часть украинского народа подняла восстание, потому что просто они обалдели, что их насильно делают украинцами, украиноязычными западенцами. Они не такие. Они готовы были бы жить в государстве Украины, если бы оно было основано на ценностях, свойственных украинскому народу. Таких же, как у русского народа, между прочим, на родовластие, свобода, равенство, ценностей, сформулированных, допустим, в Махновском движении, которое было гораздо больше украинским, на мой взгляд, по сути, по своей, чем петлюровское или бандеровское какое-нибудь. И уж, по крайней мере, точно не было фашистским ни в какой мере. И не проповедовало и идеи фашизма, и идеи государства, как это делали бандеровцы или петлюровцы. Поэтому Украина, она еще даже не родилась. Вот эти обломки, ИРФ или Украина, это не настоящие государства, которые поддерживаются народами. Да, политтехнологи в них поработали. И убедили пару поколений, родившихся за эти 20 лет, что они на самом деле вот там, живут в настоящих государствах. Но это корпорации. Корпорации, которые управляются сговором правящих элит. Которые нанимают политтехнологов для того, чтобы всем остальным, проживающим на этой территории, объяснять, что они как бы настоящие. Что ИРФ — это настоящая Россия, а Украина — это настоящая Украина. Но не ИРФ — не настоящая Россия. Не Украина — не настоящая Украина. И Украине, и России еще предстоит родиться. Границы не имеют значения, поверьте, в этом процессе. Границы — это вообще просто какие-то линии, которые бюрократия проводит на карте. Какая разница, кому принадлежит Крым? Это вообще не имеет ни малейшего значения. В этом заинтересованы только олигархи и еще кто-то. Не жители Полтавы, не жители Сумской области, как и не жители Московской области. Но все равно принадлежит Крым тебе, тебе или третьему какому-то государству. О ценностях надо думать. Но правящие элиты сознательно не хотят, чтобы наш народ думали о ценностях. Вот мы будем радоваться или огорчаться по поводу какого-то куска территории, окруженного соленой водой. Понимаете? Вместо того, чтобы думать о ценностях свободы, справедливости, братства и так далее. Но я думаю, что у русских украинцев гораздо больше общего. Именно в ценностной парадигме это общее поднимается из небытия, когда ценности превалируют над интересами правящих элит. Когда народы на самом деле понимают, что они являются братьями в борьбе за общие ценности. Свободы, равенство, братство, справедливость. Вот равенство тут, конечно, равенство надо уточнять перед законом, потому что совсем не хочется реминесценции большевизма или коммунизма в какой-то степени. Это все-таки была очень жестокая такая схема, которая людей под себя подделывала, а не действовала в интересах людей. Поэтому посмотрим. Все это пока виртуальные понятия. Я думаю, что правящие элиты на данном этапе удержат власть и сумеют внушить большим массам людей, что они якобы живут в некой реальной ситуации в Украине или в России. Я не думаю, что гражданская война, как форма народного восстания, будет сейчас распространяться. Все происходит при очень слабой политизации масс. Все эти события произошли стихийно. Никакая политическая сила не возглавляет эти события. Все попытки левых или кого-то еще оседлать эту волну достаточно убогие. И люди бредят какими-то виртуальными ценностями. Там русский мир, украинский мир. Такие абстракции, которые хороши просто для деревенских интеллигентов. Но это не то, что может мобилизовывать и двигать вперед массы. Фактически эта война превращена в конкурентную борьбу правящих элит на постсоветском пространстве. Народы пока являются статистами или субъектами этой войны. Ну может быть это первый натиск в буре, вспоминаем ленинские слова. Пятый год, пятому году тоже были не готовы. Политическим партиям тогда было революционным по 2-3 года. Третий год, второй год это годы создания этих партий. Бессмысленный террор эсеровский и все такое. А к 17-му уже подошли конечно более осмысленно и более взвешенно. Может быть и второй натиск в буре будет более взвешенным и более осмысленным. Вы своего предвосхищаете? Не обязательно. Это нельзя. Революцию нельзя создать. Она возникает вследствие непростительных ошибок правящих элит. Для того, чтобы революция возникла, необходимо несколько вещей. Во-первых, необходим достаточно большая масса народа, которые готовы рисковать ради абстрактных ценностей. То есть иметь в себе духовную составляющую. К сожалению, большая часть современного населения постсоветских территорий лишена вследствие достаточно долгого 20-летнего манипулирования их сознанием, парагматического духовного сознания. Ценности здесь, еще раз говорю, сознательно отрезались от людей. Все думали только о практических интересах. Потом правящие элиты, ну да, они всегда между собой грызутся. Это, конечно, большая надежда людей. Но дело в том, что они не самостоятельны, не суверенны. Над ними есть патроны, условно говоря. Те, кто их патронирует сверху. Мега транснациональные корпорации, транснациональные элиты, разные клубные элиты. Элиты Большого Запада, так называемого. И они, конечно, не позволят, чтобы конфликты территориальные или межэлитные конфликты перерастали в нечто подобное 17-му году. Когда народ опять под руководством какой-то политической силы, достаточно радикальной и серьезной, берет власть в свои руки и выходит на арену истории. Это будет очень трудно. Опыт Первой русской революции, думаю, учтен Западом. Они будут в зародыше это все душить. И всякой бессмыслицей людей, конечно, отодвигать от такого мобилизационного политического пути. Но мы же тоже не лыгом сшиты. Мы же тоже умные. Мы же тоже анализировали опыт прошедших времен 20 века. Мы же тоже хотим идти по нашему пути, пути духа, а не по пути плоти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...